Детское радио представляет Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди. Пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете, храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание. Идем на снижение посадка. Все-таки, Радикс, для работы на планете Земля в необычных для нас инопланетян условиях требуется особая подготовка. Брам, дружище, если ты нахочев, вынослив, смел, остроумен, хм, ну, как вот я, например. Вот простое упражнение. Возьмите-ка кулачок земной бумаги из образцов, приготовленных на отправку на нашу Азиру, и дайте мне. Теперь цепляемся за вентилятор на потолке космолета. Вниз головой. И оп! Ой, вот еще. Ну, дальше что? Сейчас тоже покрепче ухвачусь. И на скорость записываем по порядку название, скажем, созвездий, граничащих с галактикой Андромеды. Начали! Кассиопея, Персей... Подождите, коллега. Треугольник? Рыбы? Да что ж такое? Не пишет. Стойте. Пегас, ящерица, готово. Видите? Это все ручка. Не пишет, если ее перевернуть. Эх, Радикс, взяли бы карандаш, как я. Вот, коллега, просто вы не подготовлены. Я и созвездие вспомнил. И пишущее средство выбрал, пригодное для работы в необычной ситуации. Глупости. Кстати, скоро нам в эфир выходить. Приходите в себя, а я, как обычно, телепортируюсь к людям. Мне сегодня в нескольких местах побывать придется. А я тоже телепортируюсь. Докажу, что тоже могу в трудных условиях работать. А кто же будет передачу вести? Сейчас нашему научному консультанту сообщение напишу. Мудрица начнет, а дальше по ходу дела разберемся. Но... Да ладно вам, что вы смотрите в планшете? Маршрут. Пункт первый. Ну, где сырье добывают? Там, наверное, пыльно, да? О, пункт второй. Очистка. С вашего позволения, я туда. Готов в любых условиях трудиться, но уж, вы простите, лучше в чистоте. До связи. До встречи. Энциклопедия интересных вещей. Ах, каждый раз так волнуюсь перед нашгалактическим эфиром. Надо собраться, взбодриться. Сообщение. Уважаемая мудрица, начинайте программу. Мы скоро к вам присоединимся. Радикс, Брам. Что за ерунда? Я что, уже в эфире? Ой. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами энциклопедия интересных вещей. И я, научный консультант, то есть ведущая, мудрица. Полагаю, вы были удивлены, услышав меня. Да и для меня самой, признаюсь, то, что я оказалась в этой роли, большой сюрприз. Но Радикс и Брам, наши отважные исследователи на далекой и загадочной планете Земля, видимо, заняты чем-то очень серьезным. Впрочем, я уверена, что они скоро выйдут на связь. Тем более сегодня такая интересная тема. Карандаши. Удивительные пишущие палочки. Штучка довольно древняя. Земляне писали и рисовали с самых давних времен. Ну, сначала они просто корябали что-то угольком по стенам своих пещер или кусочком засохшей глины в озюкали. Извините, наносили изображение. Но, как вы понимаете, такие рисунки жили недолго. Потом всякие чернила изобрели краски. А вот в 13 веке уже придумали кое-что любопытное. Серебряный карандаш. Это был кусочек проволоки из серебра. Им пользовались художники. Серебряным карандашом пользовались для создания своих шедевров величайшие художники Земли. Альбрехт Дюрев, Сандро Боттичелли, Ян Манейк. Похоже, специальный корреспондент Брам хочет выйти на связь. Добрый день. Мы слушаем вас. Добрый день, мудрицы. Здравствуйте, друзья. Вы сейчас находитесь на карандашном заводе? Нет-нет. Я готовлюсь спуститься в шахту, где добывают пишущее вещество, из которого состоит стержень карандаша. Мне повезло. Тут темно, так что я не очень заметен. Фантастика. Как романтично. Представьте только, уважаемые слушатели, карандаш – это древнее приспособление, при помощи которого были записаны великие мысли, созданы прекрасные картины, рождаются глубоко в недрах Земли. Да-да. Пишущее вещество графит – это особый сорт каменного угля. Да. Вы знаете, уголь еще и в качестве топлива используют. Да-да. Правда, такое топливо вредит окружающей среде, потому что от него много дыма и копоти. То ли дело природный газ. Ну да. Компания «Газпром», например, добывает его достаточно, и чтобы дома обогреть, и улицы осветить, и чтобы транспорт ездил, тоже хватает. Такое топливо не загрязняет окружающую среду, и, кстати, дает гораздо больше энергии, чем уголь. Хотя от угля есть своя польза. Он, например, медленно сгорает, а значит, долго держит тепло. А еще им можно рисовать. Я считаю, это просто отлично. А мы уже спустились в шахту, и тут почти нечем дышать. И это еще ничего не горит. Просто много угольной пыли. Какие-то черные обломки. Правда, здорово рисуют. Только я весь уже испачкался. Значит, графит – это уголь. Скажите, Брам, а как его добывают? Этот графит? Глубоко он под землей? Мы спустились до отметки 200 метров. Не очень понимаю. Представьте себе небоскреб 60 этажей. Вот если его перевернуть вверх дном и полностью закопать в землю, то я где-то на крыше. Брам, вы подвергаетесь опасности. Пустяки. И не в таких переделках бывал. Так вот, здесь миллионы лет назад было море, а в нем жили водоросли. Представляете? Потом они высохли и с течением времени превратились в драгоценный графит. Но если вы думаете, что тут все сплошь им покрыто, ошибаетесь. Его еще надо обнаружить. А как? Это надо слышать. Как музыку? Ах, как романтично. Аши! Сейчас, минутку. Объясню. Друзья, мне кажется, там есть этот самый графит. Я слышу. Раз наш корреспондент Брам так чихает, это же из-за угольной пыли. Нет-нет, надо прислушаться к другим звукам. Слышите? Будто звон большого колокольчика. Так вот, это значит, здесь графита нет. А вот здесь, похоже... Да-да, это он. А-а-а! Брам, Брам, вы слышите меня? Все в порядке. Я уже еду в поезде. Не удивляйтесь, тут под землей прямо целые улицы тоннели прорублены. И по ним ходят самые настоящие маленькие поезда. Только в вагончиках куски графита и я. Скоро нас доставят на поверхность, а к вам в ближайшее время присоединится Радикс. Он должен находиться в цехе, где графит очищают... 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 От лишних привязей. Ох, ох. Не зря люди говорят, чистота – залог здоровья. До связи. До связи, да. Сегодня любой землянин, облаченный в нарядные чистые одежды, без опаски может взять в руки карандаш, если ему что-то надо начертить или записать. А вот раньше, в XIV веке, например, был известен итальянский карандаш. Это стержень из коричневого камня, похожего на затвердевшую глину. Но рисовал он не очень ярко. Потом люди стали смешивать залу с клеем. Когда смесь засыхала, получалось проводить ею яркую жирную лунию. Радикс торопится выйти на связь. Наконец-то. Радикс, дорогой, расскажите нам, как получаются такие чистенькие, аккуратненькие карандашики? Тьфу. Тьфу. Ох. Я прям забыл, о чем хотел. Радикс, мы вас слушаем. Надо же было так ошибиться. Ой, мыло в глаз попало. Вы что там, моетесь? Я, значит, программу веду, а вы там? Не то чтобы моюсь. Сейчас. Тьфу. Я, как и договаривались, телепортировался в цех, куда привозят графит из шахты. Сначала его измельчают. Такие железные штуки. Птыщ, 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 птыщ. Радикс, с вами все в порядке? Птыщ, птыщ. Ох. Абсолютно мудрица. Меня, знаете ли, не так-то просто испугать. Так вот, о чем это я? А, да, измельчают. Графит становится похожим на крупу. Но потом его надо очистить. Его же из земли доставали. Там много всего намешано, примеси всякие. И вот только что всю эту графитовую крупу вместе со мной свалили в ванну с горячим мыльным раствором. Ох, как говаривал один земной поэт. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. Душистое? Как бы не так. У меня такое ощущение, что я плаваю в озере нефти. Но позвольте. Нефть – это темно-бурая маслянистая жидкость. Не спорю, она очень ценная. Кроме того, что и в качестве топлива хороша, из нее делают, да что только не делают, и ткани, и косметические средства, и всякие пластиковые и резиновые штучки. Но выглядит нефть, скажем так, неаппетитно. Вот и графит в мыльной пене так же. Бурая, чавкающая, жирная масса. Сейчас попробую выбраться из этой ванны. То, что годится для изготовления стержней, всплывает на поверхность. Потом это вылавливают. Как бы меня не зацепили. Так, вылез. Фух. И наблюдаю, как графитовую массу заливают в емкости. Она будет сохнуть. У нас в космолете осталось несколько образцов карандашей. Так в них стержни похожи на металлические спицы. Красивые, блестящие. А тут что-то вязкое. Даже не верится, что это одно и то же. Знаете, друг Мерадикс, люди с древних времен мечтали рисовать и не пачкаться. Кстати, такие вот графитовые карандаши придумали в Англии около пяти столетий назад. Причем, угадайте, кто первым стал ими пользоваться? Художники? Кто же еще? Пастухи. Они ими помечали овец. Честно говоря, сначала графит ошибочно приняли за металл свинец и даже попытались отливать из него пули. Но, как вы понимаете, ничего не вышло. Только перемазались. А вот писать им получалось. Но руки человека моментально становились грязными и оставляли на бумаге следы ярче, чем сам графит. Поэтому они уже тогда придумали, как сохранить свои пальцы в чистоте. Брали кусочек графита, зажимали его между двумя палочками или ветками и заматывали ниткой или веревочкой. Действительно, очень просто додуматься. Я смотрю, уже кое-что просохло. Сейчас уже эта графитовая каша выглядит как порошок. Емкость с ней ставят на конвейер. Я тоже проедусь, посмотрю, что дальше будет. Наверное, этот порошок надо сильно-сильно спрессовать. То есть прижать чем-нибудь. Крупинки слипнутся и получится твердый кусочек. Вы думаете, мудрица? Пожалуй, тогда мне лучше спрыгнуть с конвейера, а то и меня сплющат. Нет, я не боюсь, но... Так, опять все это высыпают в большую ванну, добавляют что-то еще, воду льют и... Что там, Радикс? Сейчас все это смешивают большущим миксером. Кстати, то, что у них там получается, выглядит очень странно. Какие-то кривые черные палочки. Деньжер! Деньжер! О! Ай! Радикс, что случилось? Я только хотел потрогать, просто пощупать. Злобная машина, отдай мою конечность! Ах ты! Вы целы, Радикс? Как ни странно, почти. Это пресс. Пресс, который штампует стержни. Их еще называют грифели. Слышите? Это они высыпаются. Слышу! Вот! Одной загадкой стало меньше. Теперь мы понимаем, как из невзрачного камешка, скрытого в глубине земных недр, получается чудесный блестящий стержень грифель. Превосходно! Ох, моя конечность! Минуточку. Я вынужден прерваться до связи. Но послушайте, Радикс отключился. Что ж, уважаемые слушатели, а мы с вами продолжим. Да, о чем же вам рассказать? Корреспондент Брам что-то не торопится выходить на связь. А что это за кнопочка? Она сейчас мигает. Надо ее нажать. Энциклопедия интересных вещей. Да, друзья, сегодня мы говорим о карандашах. Мои друзья Радикс и Брам телепортировались в разные точки Земли, чтобы узнать, как и из чего делают эти самые карандаши. А я, мудрица, веду программу аж с самой планеты Азиры. Вот такой у нас настоящий межпланетный эфир сегодня. Карандаши. Что же вам рассказать о них, мда? Древние греки знаете, как называли эту пишущую принадлежность? Каламос. О римляне говорили Каламус. А вот привычное нам название пишут возникло из тюркских слов Кара Каламос. Каламос. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Вот ведь ну и ну. Радикс. Отлично. Я, правда, пыталась добрама дозвониться, но раз уж вы... Что? Я в эфире? Мудрица, я же сказал, ждите, я сам выйду на связь. Ну, перепутала. Мне непривычно вести передачу. Ладно, что уж тут. Наши дорогие слушатели, это снова я, Радикс, и я все еще на заводе, где делают карандаши. Да-да. Во время предыдущего включения вы рассказывали о том, как получаются пишущие грифели стержни. Представьте, я, рискуя жизнью и здоровьем, следил за тем, как из бесформенной массы возникают блестящие палочки. Я пострадал, прессом мне отдавила, почти отдавила конечность. И что же? Я не сдался, я мужественно терпел, я провел испытания и выяснил... Что? Они не пишут! Вообще не пишут! Во-первых, эти палочки из графита мягкие. Вот. Я гну ее. Даже узлом попробую завязать. Вот. Вот. Должна сказать, что на земле изобрели уже гнущиеся карандаши, которые в самом деле можно завязывать узлом и так вот писать. А вот эти не пишут совсем. Ничего не понимаю. О, наш специальный корреспондент Браун выходит на связь. И снова здравствуйте! Я уже здесь, на карандашной фабрике. Где-то рядом должен быть Радикс. Продолжаю свой увлекательный рассказ о том, как делают эти интересные вещи. Плохо их делают. Грифели вообще не пишут. Эм, Радикс, дело в том, что... Нет-нет, я сейчас посмотрю. Их как раз засыпали в какой-то аппарат. Коллега, должен сказать, что... Вот опять выбран. Мне тут, знаете, конечность отдавили. И что? И чего? Ого! Я держусь молодцом! Вот увидите, ничто не помешает мне все тут разведать и блестяще сделать свою работу. Но... Никаких но! Ай! Ой! Друзья, я должен срочно телепортироваться. До связи. Радикс, что? Я не успел ему сказать. Для того, чтобы грифели утратили гибкость и стали хорошо писать, их запекают. Это сейчас и происходит на фабрике. Что не говори, о создании даже такой мирной вещи, как карандаш, таит в себе много неожиданностей. Это точно. А меня уже долгое время мучит вопрос. Каким образом стержни грифели оказываются внутри деревянного корпуса? Как им удается? Терпение! Мы близки к разгадке. А пока известны вам мудрицы о том, что карандаши бывают разной твердости. О, да! Чем мягче, тем жирнее и ярче линия получается. А твердым даже бумагу порвать можно. Вот, прислушайтесь-ка. Что это? Там не опасно? К счастью, я бывалый корреспондент. Не стану никуда залезать, предварительно не выяснив, что к чему. Сейчас запеченные грифели окунают в кипящий воск. Чем лучше пропитается им грифель, тем тверже получится карандаш. Да, здесь очень жарко и... Ай! Брызги летят. Но ничего, я терплю. Что же дальше? А я знаю. Я, Радикс, снова с вами. Ай! Кто тут эти доски сложил? Зачем они здесь? Обычно корпус карандаша делают из дерева. Нет, я знаю, сейчас и пластиковая не редкость, но... Это понятно. Но вообще-то карандаш как палочка выглядит, а тут дощечки. Радикс, коллега, телепортируйтесь ко мне. Я как раз в цехе, где с этими досками происходит что-то интересное. Ловите сигнал! Я здесь! А мы будем с нетерпением ждать следующего включения. Да, уважаемые слушатели, карандаш существует уже очень давно и земляне продолжают его совершенствовать. Им уже мало. Недостаточно того, что придуман резиновый гнущийся карандаш. С ластиком на конце тоже очень удобно. Согласитесь, пишешь и стираешь, если что не так. А некоторые пишущие средства уже имеют встроенный электронный измеритель длины. Не нужна линейка. Карандаш сам показывает, сколько он начертил. Кстати, о линиях. Есть данные, что одним карандашом можно провести полосу более 50 километров. А вот и наши друзья. Мы с нетерпением ждем продолжения рассказа. Зачем же нужны доски? Вам удалось выяснить. Сейчас мы с Радиксом наблюдаем, как они едут на конвейере к машине. Ой, на каждой дощечке появляются длинные желобки. Ух ты, в желобки машина укладывает стержни. И мажет клеем. А следующее устройство накрывает все это сверху еще одной дощечкой. Ясно? Какой-то бутерброд получается. Ага, а теперь их запекают, чтобы клей лучше схватился. Вот оно что. А потом эти дощечки нарежут на отдельные карандаши и покроют лаком. Лаком? Нашим ученым известно, что у некоторых людей есть очень странная привычка сжевать кончик карандаша. А если он покрыт лаком? Их тут от души красят. Вон, пятый слой уже наносят. Но лак может быть опасен для здоровья. А я вот думаю, люди позаботились о безопасности. Видимо, это особые, не ядовитые лаки. Все равно не думаю, что грызть карандаш полезно. К чему гадать? Вот на двери написано лаборатория. Сейчас я все там и выяснил. А я, пожалуй, вернусь в космолет. Ух ты! Сколько в этой лаборатории баночек! Скажите, Брам, каким образом вы собираетесь выяснить, безопасны ли эти лаки? Да как? Лизнул? Брам! Капельку? Ммм, горький. Ну и ничего. Говорю же, наверняка люди все предусмотрели. Все-таки не увлекайтесь там. А между тем наша передача подошла к концу. Следите за репортажами с земли. Видите, как там бывает интересно. С вами были я, Мудриция, а еще Радикс и Брам. Энциклопедия интересных вещей. Эй, вот и я вернулся в космолет. Говорю же, ничего в этих лаках такого нет. Брам, что с вами? Вы весь синий. Ой. А теперь зеленым сделались. Я понимаю, вы, конечно, герой, но пробовать на вкус незнакомые вещества нельзя. Да? На организм жителя планеты Азира видите, как земная химия может подействовать? О, вы красный теперь. Ничего страшного. Я, знаете ли, и не в таких переделках. Друзья мои, вы хотели узнать, все ли в порядке? Да как сказать, Брам вот у нас тут переливается всеми цветами радуги. О, теперь желтый. Ума не приложу, что с ним делать? А чувствую себя неплохо. Ох, дорогие мои, любые вещи, лучше использовать по назначению. Я уверена, что и землянам не следует грызть карандаши, облизывать стержни. Зачем? Питательных веществ в них никаких нет, это точно известно. И даже если эти краски и лаки не так уж ядовиты... Да и не сказал бы. Вы только представьте, сколько на карандашах микробов. И зубам один вред. Брам, мой фиолетовый друг, вы ничего больше не пробовали в лаборатории? Вы просто завидуете, что я победил в споре. Очевидно же, что мне все нипочем. Видите, я могу в самых опасных условиях выполнить задание любой сложности. Ох, Брам, скажите лучше, как вас теперь спасать? Не проходит? Наш друг продолжает менять цвета. Сейчас, например, ярко-оранжевый уже. Хорошо у нас радиопередача. А я, наоборот, жалею, что меня никто не видит. Знаете, если это не пройдет, попробую себя в качестве телеведущего. Буду радовать зрителей своим цветным видом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok